Патрульный Антон Серёгин с напарником Михаилом Пелёвином в этот подъезд прибыли по тревоге. Вы звонили, да? Нет. И где у вас пахнет трубом? Оно, вы что не слышите? Запах тления терзает жителей подъезда уже несколько дней. Чтобы как-то избавиться от него, люди используют освежители воздуха и сами ищут источник неприятного запаха. Пока безуспешно. Я хожу по подъезду, у нас сейчас у кого все живые. Извините, это как-то, знаете, трупный запах, я сама офигела. Обращение полицейские приняли. Вскоре в этот подъезд придет участковый разбираться с трупным запахом. А наших патрульных ждут в ресторане. Там повздорили две посетительницы. Давайте, ну что сказать для камеры. Полицейские просят даму говорить по существу. Получается плохо. Ну, короче, тут девица была пьяная, говаритая, перебросилась через стол. У меня сорвали, ну, 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 что-то сейчас меня сорвали. Не ругайте бабу. А? Бабу не ругайте. Выясняем, у женщины пропали сережки. Блин, этого сережек нету. Нету. Ресторан не ищет. Никто не ищет. Скорее всего, все произошедшее – это недоразумение. Ведь и потерпевшая, и ее обидчица – вины. Писать заявление эта женщина готова, но сделает она это завтра, когда протрезвеет. Патрульные объяснили, что написать заявление женщина может в любой момент. Здравствуйте. Полиция. В этой квартире супруги мучаются от вынужденной бессонницы. Ну, там дискотека, мат-перемат, они там орут, ногами так учат. Они – это соседи сверху. Вакханалию за дверью устроила, скорее всего, молодежь. Сейчас патрульные напомнят отдыхающим, что шуметь ночью запрещено законом. Молодежь оказывается не только шумной, но и дерзкой. Дверь открываете. Ну, у вас не только ордер. Причем здесь ордер? Ну, у вас... Мы с вами пообщаемся, кто вы, что вы. Выясним, сколько вам лет, может быть, вы несовершеннолетние. Дверь нарушители не открыли, но музыку выключили и кричать перестали. А мы убавили громкость, все в порядке. Никакого дисконфорта не представляем. Впрочем, на этом история не закончится. Я напишу отдельный рапорт по данной ситуации, по данным адресам. И участковый полномочий, который отвечает, у которого звонят ответственность данная квартира, он ее поставит на контроль. И будет периодически посещать и выяснять, кто в данной квартире проживает. Если шумели несовершеннолетние, серьезный разговор ждет не только нарушителей, но и их родителей. На часах начала третьего мы отправляемся на Мосфильмовскую улицу. И там тоже местные жители жалуются на шумную квартиру. Соседи шумят. Давно шумят? Раз. Ну, уже больше, почти полгода. По словам девушки, шум продолжается и в эту минуту. Пока она пишет заявление, стражи порядка поднимаются в эпицентр нарушения. Соседи жалуются, что у вас очень шумно после 11. Ну, это сомнительно. В квартире действительно тихо, хотя ее обитатели не спят. По их словам, все обвинения чистой воды клевета. А найти общий язык с заявительницей просто невозможно. Она не берет трубки, не открывает дверь. Я бы с удовольствием пообщался, бы спросил. И нам важно понять, на самом деле, откуда шум. Потому что у нас шумоизоляция по полу, шумоизоляция по периметру квартиры. Стражи порядка призывают не оставлять попыток наладить взаимоотношения с соседкой. Обитателей двух квартир утром обязательно навестит участковый. Максим Ларин, Арсений Ореохин, Петровка, 38.